Приветствую вас. Смотрите, что-то с голосами связано напрямую с теми людьми, которые для вас имеют значение. То есть человек повторяет голоса тех людей, которые для него имели важность. Как правило это родители и прочие значимые фигуры. Соответственно, вы повторяете голоса, скорее всего, своих родителей и прочих значимых фигур для вас. Очевидно, что эти голоса имеют для вас большое значение. Эти голоса вас подавляют из-за того, что вы не уверены в себе, из-за того, что у вас нет какого-то контакта с самим собой. И, соответственно, возникает такая вот ситуация. Голоса в голове достаточно хорошо изучены. С голосами в голове можно и нужно работать. Вот работает с голосами в голове в формате бронзакного анализа. Вот. Вот то, что вы хотите оскорбить кого-то, это большой свинь, вы можете почитать опять в интернете, что такое большой свинь. Так что, может, это психология большого свинь, например. Или психологическое значение большого свина. Ага, вы можете это почитать, я думаю вам будет понятно, как все происходит. Вопрос, который вы задаете, но не совсем корректный, потому что видите ли. Изволяться от этого не надо, потому что вот часть вас, вот именно часть вас, то что вы чувствуете, то что вы как-то проговариваете, продумываете, это все равно сейчас у вас. Здесь есть момент такой, что необходимо понять, что эти голоса от вас хотят. То есть необходимо договариваться с голосами. Именно договариваться с ними, это очень важно. А уметь договариваться с голосами, уметь это делать. Очень важно делать это, научиться. Научиться, что вас научили, вот даже в случае психолог можно, вот научить. Вот. И дальше уже вам будет легче. Но понятно, что подобные есть у всех, но у всех это выражено в разной форме. И вашу форму необходимо проверить на наличие патологии, там если есть патологии, то формально психолог работает с вами право не имеет. То есть вам нужен врач, психиатр, либо клинический психолог, который в том числе медикаментозно сможет на вас воздействовать, а уже после. Если это специалист на вашем психотерапии, тогда уже можно будет рассмотреть ее возможность. Вот. Поэтому я рекомендую вам сначала обратиться к врачу. Вот. Пройти, значит, обследование, получить освидетельствование. И дальше уже из этого исходить. То есть рассмотреть вариант так плотно заняться своим психическим здоровьем. Вот. А мы поможем вам в случае, если вас не найдут, как я сказал, патолог, и в случае, если вы захотите пройти психотерапию. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова